Туск отметил, что продление санкций не вызвало дискуссий на саммите. Однако некоторые страны предлагали продлить санкции не на полгода, а на год. Новые ограничительные меры против России в связи с событиями в Сирии не обсуждались. Главный санитарный врач Среднего Урала Сергей Кузьмин рекомендовал главному полицейскому региона Михаилу Бородину активно прививать мигрантов от корей. Этот пункт венчает постановление, публикованное областным управлением Роспотребнадзора 13 декабря. Однако в Свердловском главке сообщили, что документ поступил лишь вечером 15 декабря. Поэтому о том, как будет организована вакцинация, приезжих говорить пока рано. Как рассказал начальник пресс-службы регионального ГУМВД Валерий Горелых, в Управлении по вопросам миграции сообщили, что постановление будет изучено и проанализировано. В ближайшее время специалисты отправят ответ в Роспотребнадзор. С подготовкой ответ придется поторопиться. Сегодня отчеты от всех участников борьбы с корей должны лежать на столе у главного санитарного врача. Организаторы Екатеринбургской выставки Инопром, партнером которой будет Япония, обнародовали программу на 2017 год. Как сообщили в оргкомитете, под лозунгом «Умное производство. Глобальный подход» пройдет 10 крупных международных конференций, более 100 круглых столов, семинаров и презентаций. В день открытия 10 июля состоится стратегическая сессия с участием глав крупнейших промышленных компаний Европы, Азии, Америки, чиновников правительства Российской Федерации, а также Российско-японский промышленный форум. 11-12 июля эстафету подхватит Международный форум развития промышленного экспорта «Индекс.Форум» с участием крупнейших иностранных байеров российской промпродукции и отечественных экспортеров. Поддержку оказывают Минпромторг и Торгово-промышленная палата Российской Федерации. Завершится Инопром 13 июля форумом «Профи. Образовательные решения для промышленности». Это были новости на 92.3 FM. Эти и другие события в подробностях на сайте kp.ru Слово «газета» появилось в русском языке благодаря сорокам. Примерно 600 лет назад Венеция была крупнейшим в Европе торговым центром. Сюда приходили корабли изо всех известных в то время уголков мира. Здесь базировались богатейшие торговые компании. И средневековым бизнесменам, как и современным, было важно знать, что происходит вокруг, какие страны с кем воюют, сколько стоит тот или иной товар и куда податься, чтобы получить максимальную прибыль. До начала XVI века все эти важные сведения распространялись в виде слухов. Но в какой-то момент в Венеции нашлись предприимчивые люди, которые решили зарабатывать на собирании этих сведений. Они встречали корабли, разговаривали с их капитанами, переписывались с корреспондентами в других странах. Собранное печатали на бумаге. И эти листки продавались за мелкую местную монетку, которая называлась «газета». А называлась эта монетка именно так, из-за того, что на ней было отчеканено изображение сороки или гатца в переводе на русский. РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО КОМСОМЛЬСКАЯ ПРАВДА И это абсолютно два разных конкурса. Один раскручен больше, другой меньше или просто в разное время проходит? Непонятно, да? Это конкурсы с разными организаторскими лицами, это конкурсы с разными участницами и разными условиями. Ну, призами и так далее. А в чём смысл? Краса Россия, она получает право представить Россию на конкурсе «Мисс Земля» и «Мисс Вселенная», насколько я знаю, да? А «Мисс Россия» она представляет на «Мисс Мира» уже, правильно? Да, всё верно. Ты будешь представлять Россию на конкурсе «Мисс Земля». Что-то тебе уже известно, начала подготовку к конкурсу. Где он будет проходить? Какие-то карты раскрывали? Нет, пока ещё никаких карт не раскрывали. Пока ещё только известно, что нужно будет хорошо позаниматься английским языком. А сейчас на каком уровне ты разговариваешь? Обычный разговорный язык, который на уровне 11 класса. Ладно, сразу такой опять же вопрос возникает. А на конкурс «Мисс Россия» и «Мисс Екатеринбург» приходилось участвовать в этих конкурсах? Нет. То есть сразу на «Красу России» или как это происходит? Каков отборочный? Сразу на «Красу России» я туда попала случайно. Все говорят так, все говорят «случайно», но на самом деле ничего случайного не происходит. На самом деле я немножко прерву Ладу. Дело в том, что обычно, как девчонки мечтают, попасть на подиум, на конкурс красоты, пройти кастинг. У Лады вышло совсем наоборот, если верить по словам мамы Лады. Она сказала, что они буквально заставили дочку пойти на конкурс. Это правда? Мы сидели, обсуждали это на семейном совете, и было решено, что такой шанс выпадает очень редко, когда тебя приглашают на федеральный конкурс. И мама была за то, чтобы я поехала. А почему ты не хотела ехать? Я ехать не хотела, потому что было страшно, если честно, было страшно. Было страшно конкуренцию свою увидеть, узнать московские темпераменты. На самом деле, это все просто поговорки, которые уже давным-давно будут в прошлом. Серьезно? Ну, а московский темперамент, что ты боялась, тебе скажут? Нет, там же все жестко, понаехали тут, Москва не резиновая. Это было примерно так. Это были такие ожидания, то есть на самом деле такого не было, да? На самом деле нет. Компания очень хорошая, девчонки дружелюбные, светлые. И это очень помогло, потому что без особого напряжения проходила подготовка, без особого напряжения проходили все вот эти вот этапы, и было очень круто. Я, кстати, хотел бы напомнить нашим радиослушателям, что вы можете смотреть прямую трансляцию, видеотрансляцию на YouTube. Просто нужно зайти на YouTube, набрать радио «Комсомольская правда Екатеринбург». Вы увидите картинку из нашей студии, можете, собственно говоря, писать вопросы нам и звонить, конечно, по телефону 385-0923. Да, увидите красавицу Ладу и нашего бородатого фотографа, который кружится вокруг нее. Лада, ты расскажи немножко про себя. Про себя ты родилась в Казахстане, ведь верно? Правильно, я родилась в Казахстане, в маленьком городе Петропавловск. Это северный Казахстан, практически на границе с Россией. Ну не такой уж и маленький, в принципе, достаточно известен здесь, в том числе. Ну да. И Екатеринбург вы переехали три года назад, но вот твои друзья, подруги, они не обиделись, что вдруг ты, девушка из Казахстана, представляешь на конкурсе другое государство, скажем так. И краса России сейчас называешься. Да, и краса России сейчас носишь такое звание. Ну мы же сюда все-таки переехали, я уже полноправная гражданка этого государства. И получается сказать, что я представляю Казахстан, немножечко неверно. То есть это моя родная страна, и я ее никогда не забуду. Но говорить, что я именно представляю Казахстан, наверное, неправильно. Ну Лада Акимова гражданка Российской Федерации. На этом можно поставить точку, в принципе, и продолжать дальше, да, получается. Хорошо, а все-таки как проходит, вот, не знаю, как посылается заявка, и как вообще было принято решение, что да, вот мы в этом участвуем. Кого-то отправляют действительно родители на конкурс, кого-то там молодой человек отправляет, ну такое тоже бывает. Кого-то подруги говорят, иди, 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 ты что, смотри, какие там ходят, да, тебе тут стоит поучаствовать точно. Как в вашем случае было? Коллега по работе нашла объявление в интернете, подсказала, говорит, Ладочка, тебе туда. Я открыла ссылку, буквально за день до кастинга подала заявку, или даже в последний день, не помню, не могу сказать точно. Ну, на следующий день приезжаю на кастинг, думаю, ну, была, не была, пройду, так пройду. Ну и прошла, теперь здесь, сижу, разговариваю с вами. Но ты же прошла на конкурс «Юная краса России», или я ошибаюсь? Тебе же на момент конкурса было еще 17 лет, не 18. Да, я была в юной категории. И пока проходила подготовка к «Красе России» в 2016 уже на федеральном уровне, мне исполнилось в октябре 18 лет, и решили меня определить все-таки во взрослую. Но это случилось вот буквально накануне финала, потому что никто не знал, куда меня определить, где я буду. Считали, что я действительно очень юная для того, чтобы участвовать где-то выше, чем федеральный уровень. На конкурсе ты была самой младшей, скажем так. Какая возрастная категория была? Какие были конкуренты? Сначала меня хотели определить в юную категорию, в которой были две девочки. Но потом, видимо, решили во взрослую. Давай по-взрослому. Все-таки пора. Все-таки пора. Ну, отлично. Собственно, как все проходило на кастинге? Что нужно было сделать на кастинге для такого, чтобы пройти дальше? На кастинге на нас смотрели члены жюри. Они выбирали девушку по тому, как она общается, по тому, как она выглядит, по тому, как подает себя. Презентация, что называется? Да, да. Очень многое зависит от энергетики. То есть каждый член жюри, он говорит, что главное в девушке — это ее энергетика, внутренний мир тем, чем она себя наполняет. И красота — это, пожалуй, даже второстепенное. Ну, физическое имеется в виду красота. То есть вот такая вот, да? А члены жюри — это кто? Ну, в каждом городе это определенные люди. Ну, с каждым годом они меняются. Ну, перечислить я не смогу. Ну, не сможешь, понятно. Ну, ничего страшного. Давайте-ка мы сделаем небольшой перерыв сейчас на выпуск рекламы на радио «Комсомольская правда». Я напомню, что с нами сегодня здесь студии «Краса России» Лада Акимова. Прервемся буквально на минутку и продолжим совсем скоро. Не переключайтесь. Гость студии — радио «Комсомольская правда». Реклама Новая коллекция «Комсомолки». Великие умы России. Уникальные истории гениев российской науки. Ломоносов, Кулибин, Королев, Циолковский. Каждый четверг новый том по рекомендованной цене. 199 рублей в киосках города. 12+. Дорогие читатели, открыта подписка на первое полугодие 2017 года. Подпишите себя и своих близких на «Комсомольскую правду». Читайте любимую газету с доставкой на дом. Информацию о стоимости подписки вы сможете получить в любом почтовом отделении, а также на страницах «Комсомолки». 12+. Уникальная коллекция для ценителей прекрасного. Великие архитекторы от «Комсомолки». Гауди, Ликорбюзье, Казаков. Их творения уже не один век потрясают воображение. Спрашивайте в киосках города всего за 209 рублей. Категория 12+. Сайт kp.ru устанавливает рекорды. За год Третьяковскую галерею посетило больше полутора миллионов человек. Столько же людей читает kp.ru за день. kp.ru – любимый сайт. Комсомольская правда представляет новую коллекцию «Лучшие современные художники». 50 талантливых мастеров кисти. Кало, Уорхол, Магрит. Посмотрите на мир их глазами. Новый том раз в две недели по вторникам в киосках города. Категория 12+. Телефон рекламной службы в Екатеринбурге. 379-27-73. Гость студии – радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» 92.3 FM. Павел Филиппов, Екатерина Солтыкова. И с нами, напомню, сегодня Лада Акимова, краса России. 3850923. Телефон прямого эфира. Также напомню, что вы можете писать нам сообщения на WhatsApp, Viber и Telegram. Плюс 7953-3850923. Можете заходить на YouTube и искать радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Там идет видеотрансляция из студии «Живая». Так что можете полюбоваться на Ладу Акимова. Вот так вот. Да, ну и, собственно говоря, ладно. Про кастинг мы все поняли. Вот Лада еще за эфиром нам сказала, что, в принципе, оценивали по талантам, по какой-то энергетике. Да, но сказала такую вещь, что она просто поговорила, и судьям это понравилось. Чего надо было такого наговорить судьям, чтобы выбрали именно тебя? На городском этапе я рассказывала, зачем я пришла на конкурс, чего я хочу от него добиться. Вообще конкурс помог мне самореализоваться. То есть я очень люблю куда-то продвигаться, что-то делать. Постоянно где-то бываю. И это очень здорово, когда что-то новое для себя открываешь. Открываешь новых людей, новые знакомства заводятся, и от этого появляется больше дел, открывается больше возможностей. И конкурс дал именно это. Я именно за этим туда и шла. И там научили говорить, там научили ходить. Это очень важно современной девушке. Ну вот твои родители, они были не против, а только за. А что сказал молодой человек, когда ты ему сказала, я еду? Он меня поддержал, он всегда меня поддерживает. Он был одним из инициаторов того, чтобы я отправилась туда. То есть он сказал, давай, мы за тебя будем держать кулачки, будем за тебя болеть. Конечно, он переживает то, что... Переживает, да. Переживает. Кулачки-то кулачками, но, тем не менее, поклонников наверняка прибавилось. Поклонников прибавилось, но моё отношение к ним всегда будет параллельное. Абсолютно. Угу. То есть... Молодой человек стрельный. Не ревнует? Ну, по нему не видно. Сдерживается, да? Ревнует. Ну, это, наверное, у каждого есть совсем чуточку, но это уже совсем личное. И меня вот раз уж зашла речь о нём, он занимается у тебя вот спортивным туризмом. Ты поддерживаешь его увлечение? Конечно. То есть спорт — это очень важная составляющая жизни. А каким спортом занимается «Краса России» Лады Акимова? Пожарно-спасательным спортом. Я хотел бы привлечь внимание наших радиослушателей. Пожарно-спасательным спортом никогда не подумал бы, честно скажу. Слушай, а удавалось кого-то спасать? Ну, это как вид спорта отдельный от МЧС. То есть ответвление. Когда-то пожарники сдавали свои нормы, и из этого вырос спорт. И как таковая женская категория в этом спорте существует не более пяти лет. То есть я, можно сказать, такой первопроходец. А чего там делать приходится? Что это такое вообще? Я тоже не пойму. То есть со шлангом что-то тушить? Серьёзно? Серьёзно. Там есть командные виды спорта, есть личные. И там заливаются мишени, там тушат огонь. Это очень зрелищный вид спорта. Рекомендую посмотреть. Я никогда не подумал, что буду разговаривать с красивой девушкой о пожарно-спасательном спорте. О том, как заливать мишени. Да, вот расскажи просто, где посмотреть, как краса России бегает со шлангом? Где можно? Пожарно-спасательный спорт можно посмотреть на моей страничке ВКонтакте. Там есть видеозаписи. Отлично. Там есть очень много материалов, фотографий. Если я их не убрала. Понятно. Кстати, насчёт фотографий, которые приходится убирать. Победа в конкурсе, она ведь налагает определённые ограничения, так скажем. Мы просто знаем, опять же, по другим конкурсам, что девочки не то чтобы жалуются, конечно, но говорят, что всё, после этого не принадлежишь сама себе. Здесь такая же история. Ну, я теперь принадлежу Москве. Теперь я принадлежу России как часть этой страны, которая будет представлять её в дальнейшем. Нет, я имею в виду, это понятно, да, представляете, в дальнейшем страну понятно. А в плане личного времени, в плане того, что можно говорить, что нельзя говорить, как можно фотографироваться, как нельзя. Есть такие ограничения? Разве что условные. Потому что обо всём нужно договариваться заранее. Кому-то что-то позволяется, а в какой-то ситуации что-то будет лишним. Я всё-таки вернусь немножко к спорту. Краса Россия не подписывает никаких контрактов, что ей нельзя заниматься травмоопасными видами спорта. Заливать мишени. Да. Как вариант, да? Да, ну не поцарапаться, грубо говоря, не испортить своё красивое личико всё-таки. Ну, пока я такого контракта не видела. Пока не видела. Ну, может быть, он тоже условный. Не обговаривали с организаторами, что, например, на сноуборде ты вот не поедешь, например, кататься. Ну, пока такого не обговаривалось. Ну, прошло совсем немного времени. Меня отпустили отдохнуть. Отпустили поговорить со всеми вами. Отпустили, короче говоря. Отпустили. Ладно, скажи, пожалуйста, а всё-таки вот сам конкурс Краса Россия, он собой что представлял? Какова программа? В чём приходилось соревноваться? Если это было вот таким типичным каким-то соревнованием. Как всё это было? Соревнования проходили каждый день, и каждая девочка соревновалась за своё место в репетиции, за своё место под солнцем. То есть кто-то следил за собой, постоянно ходил каждый день в бассейн, на репетиции, в спортзал, занимались активно. А сколько это времени вообще заняло? Больше любил отдыхать. От момента подачи, скажем, заявки, от прохождения кастинга до уже, собственно, финала конкурса. Там же идёт подготовка ещё, мы просто знаем, опять же, по другим конкурсам, да? Да. То есть, как ты уже говорила, учат говорить, учат ходить, какие-то другие ещё навыки дают. Опять же, себя презентовать каким-то образом, да? Около трёх недель. Около трёх недель, да. Три-три-полвы недели. Кто-то приехал раньше, кто-то попозже. Это было жёсткое время такое, потому что, ну, о себе иногда, наверное, приходилось услышать какие-то не очень приятные вещи. Было такое? Нет. Нет, серьёзно? Каких вещей не было? Я не могу, может быть, читать в комментариях или что-то. Нет? Ну, я не особо обращаю на это внимание, поэтому... Это хорошо. Это хорошо, правда. Тем более, с сегодняшней загруженностью, на это просто не хватает физически времени. Понятно. Как проходил... Кстати, вопрос, который, я думаю, волнует всех мужчин. Было дефиле в купальниках или не было? Было дефиле в купальниках. У нас даже фотографии есть в газете вот этого дефиле в купальниках. Насколько я знаю, на конкурсе «Мисс Россия» этого дефиле как раз нет. А его отменили, да, действительно? Да, его отменили. Почему на конкурсе «Краса Россия» осталось это дефиле и вообще как тебе было? Вот выходить перед буквально тысячной аудиторией в неглиже, скажем так, практически. Ну, это скорее вопрос к организаторам конкурса. Я на этот вопрос ответить не смогу, но выходить в купальнике вот в таком, как вы выражаетесь, неглиже... Приличный купальник, я посмотрю. Ну, более-менее. Ну, то есть нормально. Ну, нормально. Ну, на пляже же ходит Катя. К этому можно привыкнуть. Правда? Ну, знаешь, на пляже, на тебя они концентрируют внимание тысячи человек. Это ты так думаешь. Это ты так думаешь. Вот такие вот секретики раскрываются у мужчин. Понятно. Что, как ты думаешь, если сравнивать себя с конкурентами, хотя я не знаю, нам девочки говорят, что там нет такой прямой конкуренции, да, на конкурсе, что все друг друга поддерживают, все как бы пытаются дружить даже. Это на самом деле так. Кстати, девочек было 30 человек. 30, да? Да. Из всех регионов России. Да. То есть на самом деле так они друг друга поддерживают, пытаются дружить как-то. Вот, то есть такой зависти, толкания локтями нету. Нет, нет, этого нет. И каблуки никто не подпиливает. Да нет, но это слухи просто давние-давние. Они уже давно перестали быть актуальными. А девочки действительно, кто-то больше дружит, кто-то меньше. То есть нас расстелили по разным этажам, и мы дружили комнатами, дружили этажами, и, ну, скорее так. Общаться со всеми 30 разом, это, конечно, очень тяжело. Поэтому вот какие-то группки, но все друг друга знали, и все друг к другу более-менее хорошо относились. Ну, у каждой девочки была своя соседка, правильно? Да, конечно. А кто была твоя соседка? Моими тремя соседками были... То есть четвером жили, получается? Четвером, да. Да. Регина Разумова, Арземас, Екатерина Егорова, Нижний Новгород и Мария. Честно, не помню фамилию. Из Архангельска. Из Архангельска, да. Скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, в итоге, в финале конкурса, что сработало в тебе, почему жюри сделало выбор в твою пользу именно? Ну, к финалу мы идем долгими этапами, то есть идет отсев, и чтобы перейти на следующий этап, нужно проявить себя хорошо на этом этапе, здесь и сейчас. Поэтому к финалу, скорее всего, я пришла постепенно, и то есть каждый вот этот вот раз, каждое выступление нужно было отдавать все, что лежит на душе. И это на самом деле было очень здорово, когда можно подарить частичку своей души, когда можно оправдать надежды тех, кто держал за тебя кулачки, который надеялся на тебя, болел за тебя. Это здорово. Я тоже смеялся, прошу прощения, может быть, вы слышали, да, объясню, почему. Сообщение читает радиослушатель, пишет, по хорошей традиции, стандартный вопрос на засыпку, год образования города Екатеринбурга. Ну, 1723. Точно. Все, справились, да, можно по хорошей традиции вопрос на засыпку прошли. Да, кстати, традиционный вопрос, которыми учат девочек из Мисс Екатеринбурга, вот вас учили какие-нибудь стандартные ответы на какие-нибудь стандартные вопросы? То есть, если тебя спросят о том-то и том-то, ты должна ответить так-то и так-то, да. Ты должна, да, оп, от зубов, чтобы отлетало. Нет, таких вопросов не было. Не было, да? Нет, я стараюсь всегда самостоятельно, как бы, размышлять на все вопросы и находить какие-то свои ответы, потому что это будет правильнее, честнее, это будет от души. Такой вопрос. Когда объявили твое имя, и красави России становится Ладакимовым, это так происходило, да? То есть, язычным мужским голосом объявили, что ты почувствовал в самый первый момент? Что это было? Земля из-под ног уходит? Это шоковое состояние, которое до сих пор еще, наверное, частичками во мне присутствует, и это было ужасно неожиданно. Правда? Потому что до финала я и подумать не могла, что я попаду во взрослую категорию, на мои плечи ляжет такой титул, который нужно будет нести, который не такой уж и простой на самом деле. А в чем, кстати, это заключается? Почему не простой? Я обязана представлять всю страну. Это большая честь, это большая ответственность. Я должна работать над собой. Это постоянное движение. И, с одной стороны, это очень здорово, и это невероятная помощь в дальнейшей жизни. Это да, да, несомненно. Но, с другой стороны, это груз, который нужно дейти с достоинством. А расскажи, пожалуйста, вот как на данном конкурсе обстоит дело с короной. На Мисс Россия корону убирают в сейф, охраняют, выдают при большом количестве охраны. Краса России. Такая же история? Такая же история, да. То есть, вместе с тобой на мероприятии идет несколько охранников, тебя охраняют. Из чего вообще состоит эта корона красы России? Расскажи, пожалуйста. Я не могу о таком говорить, потому что я не знаю. Честно, я не знаю, из чего состоит эта корона. Я не интересовалась. Вот нам-то в сообщение пришло. Павел, Павел, год-то вы им написали на листочке. Было слышно. Тест не прошли. Я вам скажу, я не знаю, не подписался радиослушатель. Я вам скажу, что Екатерина Салтыкова, как журналист газеты и сайта, делает заметки себе на бумажке. Поэтому она себе много чего пишет ручечкой вот здесь. Это слышно действительно в эфире. Так что тест прошли, все в порядке. Защищаем вас. Давайте мы сделаем еще один перерыв. Послушаем рекламу и новости на радио «Комсомольская правда». Напомню, что в студии с вами Екатерина Салтыкова и Павел Филиппов. И с нами сегодня «Краса России-2016» Лада Акимова. Буквально на пару минут прервемся. И поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами. Гость студии – радио «Комсомольская правда». В Екатеринбурге 13 часов 30 минут. В студии Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Вы слушаете новости на радио «Комсомольская правда». Главный санитарный врач Среднего Урала Сергей Кузьмин рекомендовал главному полицейскому региона Михаилу Бородину активно прививать мигрантов от кори. Этот пункт венчает постановление, опубликованное областным управлением Роспотребнадзора 13 декабря. Однако в Свердловском главке сообщили, что документ поступил лишь вечером 15 декабря. Поэтому о том, как будет организована вакцинация, приезжих говорить пока рано. Как рассказал начальник пресс-службы регионального ГУМВД Валерий Горелых, в Управлении по вопросам миграции сообщили, что постановление будет изучено и проанализировано. В ближайшее время специалисты отправят ответ в Роспотребнадзор. С подготовкой ответ придется поторопиться. Сегодня отчеты от всех участников борьбы с корием должны лежать на столе у главного санитарного врача. Организаторы Екатеринбургской выставки Инопром, партнером которой будет Япония, обнародовали программу на 2017 год. Как сообщили в Оргкомитете под лозунгом «Умное производство. Глобальный подход» пройдет 10 крупных международных конференций, более 100 круглых столов, семинаров и презентаций. В день открытия 10 июля состоится стратегическая сессия с участием глав крупнейших промышленных компаний Европы, Азии, Америки, чиновников правительства Российской Федерации, а также Российско-Японский промышленный форум. 11-12 июля эстафету подхватит Международный форум развития промышленного экспорта «Индекс.Форум» с участием крупнейших иностранных байеров российской промпродукции и отечественных экспортеров. Поддержку оказывают Минпромторг и Торгово-промышленная палата Российской Федерации. Завершится Иннопром 13 июля форумом «Профи. Образовательные решения для промышленности». Это были новости на 92.3 FM. Эти и другие события в подробностях на сайте kp.ru. Гость студии – Радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» 92.3 FM в Екатеринбурге, 89.5 в Серове. В студии с вами Екатерина Столтыкова, я Павел Филиппов и Лада Акимова «Краса Россия-2016». Напомню, телефон прямого эфира 3850923 и ватсап вайбер и телеграмм плюс 7953 3850923. Можете задавать ваши вопросы. Мне, кстати, один уже вопрос прислали, Лада, тоже от радиослушателя. Расскажи, пожалуйста, о своей жизни с соседками. Вот это же практически как с новой семьёй жить. Это совершенно чужие люди. Ну, люди чужие, они только поначалу. То есть каждый вечер – это безумная женская болтовня абсолютно обо всём на свете. Это песни каждый день. То есть поющие попались, соседки мы сделали. Хорошо, хоть не пьющие, да? Сделали даже трио и выступили с ним на творческом номере, на творческом этапе. Это было то ещё приключение. Классно. Слушай, а ещё такой вопрос. Вот у тебя был номер один, получается, да? Да. Когда ты выступала. В приметы вообще веришь? Вот тебе дали номер один, и ты стала первой. Номер один, в смысле, я просто объясню для наших радиослушателей, что у всех участниц были на руках номерки такие, да? У Лады был номер один. Он ничего не значит, просто порядок. Просто номер, да. Порядковый номер. По алфавиту, наверное, да? Да, по алфавиту распределили. И я получилась первая по алфавиту. Всегда, в принципе, в школе, в институте первая по алфавиту. И здесь тоже исключением не стало. Скажи, как ты думаешь, если бы был тринадцатый номер, такой же был результат бы? Наверное, да. Не наверное, а надо говорить да. Да, точно, точно. Что вы ещё спрашиваете, глупости какие-то? Я не меркантильный человек, но про подарки спрошу. Что подарили? Подарили косметику, сертификат на косметику в общей сложности на пятьсот тысяч рублей. Подарили кофемашину. Сейчас девочки, наверное, девочки с той стороны радиоприёмника, она и говорит, на пятьсот тысяч на косметику. О, боже мой. Ладно, девочки с той стороны. Повезло, повезло. Девочки и с этой есть. С этой тоже, да. Кофемашину с, естественно, несколькими пакетиками кофе для неё. И так по мелочам. Подарки от всех были. Я тебе напомню, тебе ещё сертификат на свадебный торт подали. Сертификат на свадебный торт, пожалуй, было самым забавным из подарков, потому что в моём возрасте о свадьбе думать как-то ещё рановато. И здесь вот такое вот предложение. Но сказали, что бессрочное. Так что... Ну, отлично. Говоря о тех самых ограничениях, которые накладывают на тебя вот этот вот статус Красной России, скажи, пожалуйста, тебе же, я не знаю, есть ли ты в курсе, конечно, придётся участвовать в разного рода мероприятиях, в том числе благотворительных. Какая-то у тебя информация о том, что это будет, есть уже? Конечно, я всеми руками за благотворительность. Уже несколько благотворительных вечеров прошлось, уже несколько впереди. А что это было? Можешь рассказать, что это было? Вчера, например, было мероприятие, посвящённое сбору средств для детей, которые родились в колонии, остались без мам. Это проходило под названием «Солнечный лучик в стране серых теней». И благотворительный бал. Мы собрали много средств, и вскоре они отправятся в Нижне-Тагильскую колонию к деткам. Такой ещё вопрос. Вот очень много звёзд, таких с мировым именем, занимаются тоже благотворительностью. Есть у тебя какая-то, назовём это так, ролевая модель, что ли, на кого бы хотелось походить? Не знаю, Анжелина Джоли, как посол ЮНЕСКО, кстати, как вариант, например, или кто-нибудь ещё? Это так, предположение просто. Ну, звёздами... С кого пример можно взять? Не увлекаюсь, но Анжелина Джоли — это такой любимый персонаж Лары Крофт, оставшаяся даже с детства. И, наверное, да, она тот самый идеал. Но затмить маму, пожалуй, не сможет ни одна звезда. Маму твою имеется в виду, да? Да. Вообще маму каждого человека какой-то звездой, другим примером, наверное, невозможно будет затмить. Поэтому моим идеалом будет всегда оставаться мама. А правда, что ты, когда... Были же очень много волнительных моментов во время этого конкурса, когда вот сильно нервные моменты, ты вспоминала маму, да? Правда? Правда. Просто она обладает невероятной способностью убеждать, успокаивать. И когда про неё думаешь, сразу становится теплее. Тело приходит в невероятное состояние полёта, когда хочется о чём-то думать, о чём-то мечтать. Хочется пребывать в спокойном состоянии. Скажи, пожалуйста, раз уже заговорили про звёзд, сейчас многие звёзды, в том числе и не звёзды, допустим, различные красавицы ведут свои блоги, свои инстаграмы, набирают подписчиков и как-то продвигают себя в интернете. Вот ты чем-то подобным собираешься заниматься? Та же мисс Россия, вице-мисс Мира София Никитчук, всем известная, она тоже ведёт инстаграм, у неё достаточно много подписчиков, и она тоже как-то пиарит себя на этом. А может быть, что-то уже и порекомендовали сделать организаторы конкурса для того, чтобы продвигаться дальше, да? Да, конечно, это всегда будет присутствовать, потому что лишним пиар, наверное, никогда не будет, и ничто не поможет в этом сильнее, как социальные сети. То есть, да, буду развивать и инстаграм, и страницы различные, то есть это в планах. Ну, у тебя сейчас-то есть какие-то странички, на которые можно уже подписаться, и следить за инстаграм, вконтакте, обычно я там. Про пожарный спорт, про пожарный спорт, ты помнишь видео, да? Какой-то ник, может быть, по которому тебя можно найти, или Лада Акимова, так и звучит. Лада, точка Акимова, или наоборот, можно, то есть вот в таких вот вариациях. А скажи, пожалуйста, так же часто бывает с победителями разных конкурсов или там, не знаю, какой-нибудь проект танцы, допустим, на ТНТ, как только человек там засвечивается, у него сразу там бум в друзьях, и вконтакте, там, на фейсбуке, где угодно. Та же история, да? Та же история абсолютно. Сколько человек добавилось сразу? Я подсчеты не проводила, но очень много. Вот по сравнению с тем, что было, с тем, что сейчас, они увеличиваются в геометрической прогрессии, и... Ну, примерно 100 тысяч. Ну, вконтакте добавилось точно больше 100 человек, в инстаграме чуть меньше, ну, может, человек 50. Среди них есть какие-то рекламодатели, может быть, представители каких-то косметических фирм, которые уже предложили тебе сотрудничать? Ну, или предложили сотрудничать, скажем так, после того, как закончится твой контракт с Красной Россией? Нет, пока таких не было. А если предложат? Обычно же бывает, да, после конкурсов предлагают контракты модельные агентства разного рода, да, наши, там, иностранные какие-то. Да, вообще, чем ты собираешься заниматься вот в будущем, когда, допустим, контракт подойдет к концу, может быть, моделью станешь или чем? В модельном агентстве я уже занимаюсь, это Урал Моделс, и пока состою в нем. Ну, заниматься я там уже не могу, потому что совмещать Красу и какие-то другие нельзя. Но пока я состою там. Буду как-то развиваться, скорее всего, в этом направлении. Почему бы и нет? Это очень интересно, тем более внешность позволяет, наверное. Позволяет, да. Это бесспорно совершенно, да. Можете, кстати, зайти на YouTube, радио Комсомольская правда Екатеринбург, прямая трансляция идет, поэтому можете посмотреть, убедиться самостоятельно. Но ты же сейчас еще учишься на первом курсе Горного университета, правильно? Да, действительно. На какой специальности расскажи? Международный менеджер. Международный менеджмент? Менеджмент. И кем потом планируешь стать, если работать по специальности? Менеджером, соответственно. Может быть, ты уже отсматривала какие-то сферы, куда бы хотела пойти? Пока нет. Мне нужны те знания, которые даются именно для этой специальности. Это углубленный английский язык, это коммуникация, то есть это экономика, психология, то есть это очень важные предметы. Но мне кажется, на конкурсе ты отлично. На конкурсе и после конкурса отлично наверстаешь. Это не то, что в институте. Ну, до поступления в университет я не знала, что я попаду на конкурс, и приходилось думать как-то, как выкручиваться из положения именно в этом контексте, именно в этом русле. А вообще за время конкурса долгов у тебя много накопилось по учёбе? Как сейчас разгребаешь, скажем так? На самом деле долгов не смертельное количество. Можно будет посидеть день-другой и всё сделать. Я отсылала то, что могла по почте. Просила. Принимали, то есть шли навстречу, да? Сейчас очень много проводится всяких контрольных онлайн, проводится очень много рефератов, которые я могу просто напечатать у себя, отправить подружке, она распечатает и просто отдаст. Или за меня кто-нибудь прочитает. Можно, в принципе, договориться с группой. Тоже сдружились и помогают, пересылают лекции. То есть учиться можно было и в Москве. Слушай, ну вот, знаешь, такую картинку девочки часто очень рисуют, что там все воспринимают друзья, знакомые, одногруппники, однокурсники победу в конкурсе как что-то вот, да, классно, мы за тебя, за тебя. Зависти вот правда вообще ни на минуточку нету? Ни от кого? Ну, пока этого не ощущается. Не видно во всяком случае. Может быть, я просто очень наивная, но я не хочу этого замечать. И мне кажется, пока человек не захочет, этого никогда не случится. То есть пока, как таковой, зависти я не видела. Отлично. Может быть, просто потому что не читала комментарии. Может быть, потому что не читала комментарии. Кстати, да, потому что в комментариях бывает такое, понапишут, что... Да, вас как-то ограждают от этого. Может быть, с вами работают психологи, говорят, вот здесь не читайте, на этот сайт не заходите. На это стоит реагировать так-то, а на это не стоит реагировать вовсе. Нет, никаких психологов нет. Мой главный психолог — это мама. Мои учителя, которые меня до сих пор ещё поддерживают со мной, всегда остаются на связи. Я могу поговорить с ними в случае какой-то жизненной проблемы. Но как таковых их очень мало, и это очень здорово. Но случается, конечно. Это есть у каждого человека. Раскрой тайну, где тебя вообще в Екатеринбурге можно, допустим, встретить? Может быть, ты тусовщица, может быть, любишь по клубам ходить. На самом деле нет. Или как все красавицы, которые к нам приходят и говорят, что они гуляют только по парку и читают там книги. По фитнес-центрам ещё. Да, и по фитнес-центрам. Это точно. То есть второй вариант опять, да? То есть второй вариант опять. Расскажи, какие любимые места вообще в городе есть и где с тобой можно пересечься? Меня найти очень тяжело. То есть я такой человек, который очень много где бывает, очень активный. Постоянно ищу какие-то новые пути, новые пути развития. Ну и очень сложно меня найти, зайти ко мне в гости и увидеть меня дома. Это просто нужно попасть в один из десяти буквально. Любимых мест очень много. Это практически каждое место в городе. Оно обладает чем-то уникальным, отличным от каких-то других мест. Ладно, мне последний, наверное, вопрос. Какое-то короткое пожелание тем девушкам, наверное, которые хотели бы поучаствовать в конкурсе красоты, но сомневаются пока. Девчонки, идите на конкурс. Это действительно очень-очень здорово. Это море эмоций, это новые знакомства, это новые знания. И на самом деле за такой короткий промежуток, как там, столько много знаний получить невозможно. Просто при самостоятельном подходе там будут квалифицированные преподаватели, там будут прекрасные люди, которые будут с вами работать, которые будут работать над вами, которые помогут вам как-то преобразиться, и это очень здорово. Просто стоит попробовать. Отлично. Спасибо большое. С нами сегодня, напомню, Лада Акимова, краса России, также Екатерина Султыкова. Краса Комсомольской правды. Да-да-да, и Павел Филиппов. Радио Комсомольская правда, делал 102.3. Слушай, краса. Оставайтесь с нами. Спасибо.